Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Этим видео я продолжаю мою новую рубрику, которая называется «Век живи, век учись». Её вы найдёте на моём канале в YouTube в соответствующем названии плейлисте канала. В ней я буду давать ценные подсказки, конкретные советы по разным проблемам здоровья, нужные каждой семье, каждому человеку, рекомендации, которые помогут всем нуждающимся, рецепты оздоровления, которые будет возможно объяснить полно и при этом кратко. Ну а сегодня я расскажу вам об очень важной теме и проблеме со здоровьем, которые уносят миллионы жизней. Речь пойдёт о гипертонической болезни или артериальной гипертензии. Итак, гипертония и причины повышения артериального давления. В данном видео вы узнаете, что же такое гипертония, каковы её причины, почему современная медицина её не лечит и не понимает причины её возникновения, а только умеет сбивать давление, хотя можно его сбить и самому. И не временно, а навсегда, если понять суть данного явления и не лениться. Я расскажу вам о механизме и последствиях сбивания давления препаратами. Посмотрев моё видео целиком, вы точно будете знать, что же делать, чтобы устранить причину артериальной гипертензии и не допустить её впоследствии. И её последствий инсультов и инфарктов. Вы будете знать, а не верить, потому что поймёте сами с моей помощью и сделаете логичные выводы для себя. Вы лично знаете таких людей, кто имеет артериальную гипертензию, гипертонию? А может, сами страдаете этим недугом? Есть такое? Я уверен, что да. Поскольку каждый пятый-седьмой житель Европы, США, Австралии страдает от этой проблемы. А хотите узнать причину этого проявления состояния организма и устранить данную проблему? Тогда слушайте внимательно каждое слово. А гипертония, кстати, это не болезнь вовсе, а это симптом, который показывает процесс компенсации. Чего? А вот дальше слушайте. Ещё раз, гипертония – это не болезнь вовсе, я утверждаю. В 95% случаев это компенсаторная реакция организма на вполне конкретную причину снижения кровообращения одного из трёх самых нуждающихся в кислороде органов. Это мозг, сердце и почки. Медицина не может дать ответ, откуда берётся гипертония, ну, примерно в 95% случаев. Почему? Да потому что либо эти конкретные врачи плохо учились, такое бывает, или забыли уже всё давно, или не думают вовсе, не самосовершенствуются в накоплении знаний и аналитике этих знаний. Система образования не нуждается в академическом знании сейчас, а фарминдустрия задушила природу. А ведь ещё в первой половине прошлого века понимание причины гипертонии в медицине было полное. Об этом можно прочесть в учебниках тех лет. Почти все случаи повышения артериального давления медицина пытается даже не лечить, а только воздействовать. И не на причину, а на симптом. Чтобы убрать этот симптом и всё. То есть в данном случае прописывают таблетки, блокирующие естественные механизмы повышения артериального давления. А поскольку причину медицина не устраняет, то идёт вечная пожизненная борьба за снятие симптома. То есть снятие, проявление причины повышения артериального давления. И люди уже свыклись с этим, как и сами доктора, что мол, с этим просто надо жить и ничего тут не поделаешь, ведь это неизлечимая болезнь. Просто ужас. А вот к чему непременно приведёт такая терапия? Об этом я расскажу далее. Напоминаю, что нормальное давление в любом возрасте, я подчёркиваю, в любом, для здорового человека это 120 на 70 на 80. Не должно давление с возраста меняться, как и вес взрослого человека не должен меняться с годами. Отчего же растёт давление? Важный вопрос. Да просто наш организм повышением артериального давления компенсирует недостаток кислорода в тканях и органах. Как это происходит, сейчас я поясню. Как я уже говорил много лет назад в лекциях, лекциях по кровеносной кровотворной системе и в других лекциях, например, по печени, если по какой-то причине происходит сужение просвета сосудов, то чтобы доставить жизненно важный клеткам кислород, сердцу, вне зависимости от того, сужен сосуд или находится в идеальном состоянии, нужно всегда и без исключений за определённое время прокачать определённый объём крови. Ещё раз. Если сосуд сужен, то сердцу необходимо качать всё равно тот же самый необходимый тканям объём крови, но уже увеличивая артериальное давление. Иначе просто не прокачать тот же необходимый объём крови за ту же единицу времени через зауженный сосуд, как через тот же сосуд нормального диаметра, понимаете? Что, собственно, и происходит. А вот отчего сосуды могут стать заужены или пережаты, слушайте дальше. Я ранее часто приводил вполне конкретные примеры жизни из техники избыта, которая совершенно аналогично логично и вполне поясняет данное явление. Допустим, у вас есть свой загородный дом, есть скважина или колодец со всем необходимым оборудованием и комплектующими системы водоподачи насосом, трубами, фильтрами. Если фильтрующий наполнитель в фильтрах, скажем, грубой очистки от взвеси, со временем забился, то пропускная способность фильтров в доме падает, хотя их внутренний объём остался тем же, каким и был. А давление в трубах после фильтра снижается из-за забитого грязью фильтра, и тогда вода течёт из любого крана в доме уже с меньшим напором. Таким образом, и объём за единицу времени вылета из крана воды при полном открытии крана снижается. Если же необходимо привести систему в порядок и увеличить объём потребляемой, то есть расходуемой домом воды до первоначального значения потребления, то необходимо сделать выбор или сменить фильтрующий наполнитель в фильтре на новый, и тогда вода легко будет проникать через поры нового наполнителя без сопротивления частиц грязи, или необходимо увеличить давление в системы без смены фильтрующего наполнителя в данное время, если нет под рукой сменных картриджей или жалко тратить деньги на них. В этом случае необходимо с помощью реле-давления поднять напор воды, то есть давление в насосе, увеличив напор, скажем, на одну или две атмосферы. Тогда давление и во всём трубопроводе, и в фильтре поднимется. В этом случае можно добиться поступления краном, даже через частично забитый фильтрующий материал воды, ещё вчерашнего объёма, за ту же единицу времени. Такую процедуру можно проделывать до тех пор, пока фильтры совсем и окончательно не завьются грязью, или пока насос не сгорит от чрезмерной перегрузки, или пока трубы и их соединения, то есть фитинги, не лопнут. Вы спросите, а что это за аналогия? Так она самая прямая, абсолютная аналогия, ведь законы природы, биохимии, физики, логики одни и те же на все случаи жизни. В природе всё идёт своим чередом по программе, все процессы логичны и закономерны. Итак, сердце – это тот же самый насос, берегите его, дорогие друзья. Оно имеет свой запас прочности, оно не вечное. Артерии – это трубы, держите их в чистоте и тонусе. Фильтры – это наша печень, почки. Это в самом прямом смысле слова, они и есть. Но и суженные по различным причинам сосуды наши кровеносные – это тот же эффект загрязнённого фильтра, то есть возникновение сопротивления току крови, понимаете? Чем сосуды сильнее сужены, тем сильнее сердцу нужно качать, прокачивать, проталкивать по артерию кровь. То есть нужно любой ценой поднять давление, чтобы крови пришло к каждой клеточке организма столько, сколько ей необходимо по программе свыше, чтобы обеспечить её потребность к кислороде. В первую очередь необходимо обеспечить кровью кислородом головной мозг, сердце и почки. Эти органы категорически нельзя снабжать кровью в меньшем количестве, чем предусмотрено и положено природой, программой, биохимии и всех процессов. Потому, если просветы сосудов, питающих данные органы, стали уже положенного, в системе срочно поднимается давление благодаря нейрогуморальной регуляции подобных процессов в организме. Это та же автоматическая система, как и система в качественной и надёжной работе по водоподаче, скажем, воды в доме, как реле давления с флюид-контролем, с датчиками давления и программным обеспечением системы. Ещё раз. Ответная реакция организма на сужение сосудов это поднятие давления кровеносной системы. Понимаете? Именно это и делает организм только по-своему. А что делаем мы? Понимаем, что происходит. Устраняем причину повышения давления. Помогаем организму, то есть себе. Нет, мы его убиваем. Итак, первый вывод сделан. Гипертония не болезнь, а есть следствие сужения просвета сосудов, питающих жизненно важные органы системы организма. Всем уже давно пора понять, от чего поднимается давление. А поднимается давление всегда и только всегда, и без исключения из-за сужения просвета артерий. А вот каковы причины сужения просвета сосудов? Слушайте прямо сейчас. Узнав и поняв это, не ленитесь, пожалуйста. И тогда вы сможете устранить и артериальную гипертензию, и сужение сосудов навсегда. Да, буквально на несколько секунд отвлекусь, а то, как всегда, забываю об этом напомнить почти во всех своих лекциях. Обязательно подпишитесь на мой канал в Ютубе, ну, на котором вы сейчас находитесь. Смотрите, как это делается, ну, кто еще не в курсе. Затем нажмите на колокольчик. Тогда при выходе в свет моих новых важных видео вы будете получать автоматическое уведомление и не пропустите мои новые видео. И если вам понравилось видео, делитесь им в соцсетях. Помогайте распространять нужные для людей знания. Это же важное и наше общее с вами дело. Теперь давайте разберемся, а что же может сужать просвет, диаметр сосудов? Ну, во-первых, это сужение может происходить из-за стрессов. На стресс вырабатываются адреналины и другие гормоны, заставляющие сужаться артерии. Так как это предусмотрено природой, как защита от кровопотерь посредством нейрогуморальной регуляции в организме. Стресс в природе – это защита от кровопотерь и ускорение реакции и реагирований на опасность. Во-вторых, это отложение холестериновых атеросклеротических бляшек и нарастание коллагена в сосудах, что непременно сужает просвет артерий и приводит к повышению давления. В-третьих, это пережимание, передавливание артерий мышцами или позвонками, например, в шее, когда напряженные, как правило, от стрессов, мышцы шеи стягивают шейные позвонки друг с другом или смещают относительно друг друга. И сосуды, артерии, вены таким образом пережимаются, так как они проходят внутри верхних шейных позвонков. Я подробно об этом механизме пережатия сосудов говорил и в лекциях старых, и в новых, например, про отеки лица. Обязательно посмотрите эту важную лекцию. В-четвертых, причинами могут быть некоторые опухоли почек, мозга, сердца и другие опухоли, пережимающие сосуды. Можно без преувеличения сказать, что три четверти всех случаев повышения артериального давления – это пережатие мышцами шеи сосудов шеи. Подумайте теперь, какие факторы из приведенных выше есть у вас, может быть, два или три. Эти факторы и надо убрать, и тогда артериальная гипертензия исчезнет как симптом этих реальных причин одной первопричины. Другие причины и важные дополнительные усугубляющие факторы – это густая вязкая и жирная кровь. Обязательно смотрите информацию про данные состояния крови, что это такое, почему они берутся, откуда. В моей лекции «Кровеносная и кроветворная система организма» ссылка будет под данным видео. Это видео длинное, но жизненно важное. Нажмите слово «Еще» под видео данным и переходите по ссылочкам, но только после прослушивания вот этой моей лекции до конца. Пейте, дорогие друзья, больше воды. Пейте воду обязательно с необходимыми нашему организму физико-химическими свойствами, такими как ОВП, наличие молекулярного водорода в воде, ПАШ и другими. Смотрите мои лекции по воде, ну хотя бы эту, что мы записывали для телевидения, ну и те, что я вам дам под данным видео по ссылкам. Ещё есть иные причины. Это забитая фиброзная циррозная печень. Убивают печень, помимо ядов, в том числе алкогольных, два вида клея, заклеивающих капилляры, ведущие к гипотоцитам клеткам печени. Это варёные крахмалы и молочный белок казин, помните об этом? Бывают причинами некоторые болезни почек, в том числе опухоли надпочечников. Не забывайте об этом и не ленитесь. Вам стоит изучить свой организм. Это самое главное для каждого человека дело. И на это время не должно быть жалко, чтобы потом время работало на вас, а не против вас. Поэтому рекомендую вам смотреть все мои лекции и изучайте свой организм. Благодаря моим лекциям вы сможете не тратить годы жизни на изучение вопросов здоровья. Но вернёмся к главной причине. Теперь особое внимание. Что происходит при приёме препаратов, которые сбивают давление, если доктор назначил гипотензивные препараты, которые снижают давление, и вы их начали принимать? А будут последствия рано или поздно, но непременно они будут. Так как если вы доверитесь в этом вопросе врачам, а другого подхода во всём мире у медицины современной просто нет, ну это узаконенное убийство людей, пусть даже по невежеству или халатности. Поймите, таблетки, да, они действительно давление снижают верно, но причина поднятия давления, высокого давления абсолютно не устраняется при этом. И мозг, сердце или почки, как недополучали кислород, так и не будут его получать далее в нужном количестве. А организм опять повышает давление, чтобы повторить попытку получить нужное количество кислорода, как заканчивается действие препарата. И повысят его ещё больше. Но если вам уже не помогают прежние таблетки добиться стойкого снижения давления, вы идёте к врачу, понятное дело, и он выписывает вам ещё более сильные таблетки. И вы опять сбиваете давление таблеткой и так далее. Сбиваете, оно поднимается, сбиваете, поднимается. Пока в один момент. Если организм окажется сильнее таблеток и будет продолжать бороться за необходимое обеспечение ткани кислородом, то есть повышает давление даже после самых сильных таблеток, сосуды просто лопнут в один момент, что приведёт к смерти или инвалидности, как у всех это и случается, у кого случается. Если это произойдёт в головном мозге, как это бывает чаще всего, то это классический и широко распространённый геморрагический инсульт. От этого умер мой друг, к примеру. Он ел и пил всякую гадость, химическую еду, имел гипертонию, панкреатив, помимо прочего, и совершенно не слушал, что я ему постоянно говорил, предостерегал, советовал. Он пил таблетки для снижения давления, которые ему прописали врачи пожизненно, но это не помогло, как не помогает и не поможет никому. Лучше бы при приступах повышения давления, при кризах люди дышали бы кислородом. Благо сейчас это продаётся, концентрированный кислород, в маленьких лёгких баллонах, в медицинских магазинах и даже в аптеках. И можно даже с собой носить, в небольших сумках, они маленького размера и лёгкие. И организм тогда получит больше кислорода, и давление на время спадёт. Хотя нужно решать вопрос, конечно, кардинально, и об этом. В заключении я расскажу подробно, как это сделать, как этого добиться. Но люди упрямы и верят в непогрешимость медиков, и продолжают сбивать химическими препаратами своё давление. А если таблетки окажутся сильнее организма и сломают защитные механизмы сигнализаторы, и всё же заблокируют механизм повышения артериального давления, и оно будет снижаться после выпитой волшебной таблетки, быстро и устойчиво, то это не должно быть радостью для вас. У вас не должно быть успокоения морального, расслабления, а должно быть лишь понимание отсроченной во времени беды, непременной беды. Так как знайте, что в этой ситуации рано или поздно произойдёт ишемический инсульт. В результате постоянного дефицита, недостатка кислорода в головном мозге. Или инфаркт произойдёт, если будет недостаток кислорода в сердечной мышце. Что же делать? Как лечить, а не просто снимать симптомы? Как? Вот слушайте внимательно. Всем, кому дорого своё здоровье и жизнь, надо проанализировать и устранить причины артериальной гипертензии. И принять необходимые действенные меры на устранение причин повышения давления. Во-первых, надо провериться на повышенный холестерин и желательно пройти обследование МРТ сосудов и головного мозга и шеи. Сдать необходимые анализы крови. Проверить дыхание и выносливость организма. Есть специальные тесты в больницах и иных медицинских учреждениях. Необходимо изменить своё питание. Именно из-за неправильного, неадекватного, невидового питания человека все главные проблемы со здоровьем. Важно убрать все животные так называемые продукты из своего рациона, особенно молочный. Не менее 70% объёма съеденной пищи за день должно быть живой, то есть термически необработанной пищей. Обязательно надо есть много зелени, пить зелёные коктейли, принимать спирулину, сок проростков пшеницы, фокус, проростки мака, кунжута, амаранта. Не забывайте о дикоросах. Листья дуванчика, крапива, сныть. Рекомендую по корректировке питания и смотреть мои лекции у меня на канале, потому не забывайте на него подписаться и приобрести, я вам рекомендую, мой мини-инфопродукт номер 17. Он будет по ссылке под данным видео. Он как раз о всех нюансах питания. Лечебное очистительное голодание – самый правильный подход к лечению артериальной гипертензии и снижению атеросклероза сосудов головного мозга и всего организма. Я знаю огромное количество случаев, когда после длительного голодания, правильного, взвешенного, системного голодания, у людей проходила артериальная гипертензия. И уж точно пройдет у тех, кто наряду с изменением питания, прохождением лечебного голодания, будет делать те упражнения, о которых я скажу в самом конце данного видео. Тогда это будет системный, структурированный подход на устранение первопричины артериальной гипертензии. И тогда вы сможете победить болезнь и победить неотвратимое и очень тяжелое будущее, если вы не будете заниматься устранением первопричин. Знаете, у сыроедов никогда не бывает артериальной гипертензии, сосуды их чисты. Помните, что длительное голодание более 5-6 дней можно проводить только после прохождения комплексной антипаразитарной программы грибными препаратами и травами. Пошаговая методика лечения подробно представлена у меня в мини-инфопродукте номер 14 на моем сайте youfralove.blog в разделе инфопродукты. Обязательно смотрите мою лекцию по паразитам, старую и новую, они в открытом доступе. После длительного голодания, например, по Норману, Океру, Лиморицу или Огонян, выход из него должен быть на овощных соках, затем на смузи с последующим легким переходом на живое питание с длительным пережевыванием пищи. Помните, после длительного голодания легко и непринужденно меняются еще вчерашние стойки вкусы и пристрастия, изменяются привычки. Уменьшайте количество соли в рационе и категорически убирайте все химические, синтетические сахара из пищи. Из подсластителей только качественный, лучший дикий мед, сироп топинабуры или виноградный сироп без термообработки. Еще раз подчеркну, о значимости потребления мягкой, структурированной, то есть микрокластерной, водородной воды с отрицательным ОВП, при ее регулярном потреблении иногда самочувствие меняется в первые дни от начала потребления такой воды. Если гематокрит при издаче анализов у вас повышен в крови, то вы мало пьете воды. По данным видео откройте, посмотрите все видео по ссылкам, что я рекомендую, ведь это жизненно важная информация. Не пожалейте время на просвещение, на важные знания. Во-вторых, надо постараться не нервничать по пустякам и вообще не допускать стрессы, тем более долгосрочные. Стрессы приводят к спазмам разных групп мышц и нарушают кровообращение. Помимо стрессов, при долгом сидении на стуле или кресле возникает всегда напряжение в мышцах шеи. И таким образом происходит постоянное передавливание сосудов со всеми вытекающими последствиями. Поэтому делайте специальные массажи шеи и головы самостоятельно, я расскажу об этом далее, или обратитесь к хорошему знающему массажисту. Желательно найти специалисты-остеопата по вправлению атланты. Это первый позвонок шеи, к которому крепится основание черепа. Если он у вас имеет смещение после родов или травм, то это приводит к сужению сосудов. Кстати, это очень частое распространенное явление. Поэтому найдите хорошего проверенного специалиста. Что касается коррекции, то есть в правлении атланта, это занимает всего два сеанса. Кровообращение головного мозга заметно тогда улучшается. В-третьих, для укрепления сосудов головного мозга, тем более, если были и есть предрасположенности к инсультам и инфарктам, стоит пройти месячный курс приема аптечных препаратов на беномексидол. Но бен и мексидол совместно. Смотрите инструкцию по применению на упаковках или внутри упаковок. Также я советую пропить витамин В12 в виде метилкобаламина. Если же есть острая нехватка В12, то можно проколоть в ампулах. Подробнее смотрите это в моей лекции про В12. А под видео о В12 вы найдете ссылку, по которой можно приобрести качественный и недорогой В12 с доставкой на дом. Еще одно важное вещество для эластичности сосудов, а это очень важно, это пикногенол. Это экстракт из косточек винограда. Найдете этот на том же сайте, где можно купить метилкобаламин. Про витамины А, Е и омега-3 жирные кислоты я не говорю, поскольку вы их получите предостаточно из нормальной пищи, но по крайней мере со спирулиной, соком пророска пшеницы и с фукусом. В-четвертых, и самое важное, делайте те самые упражнения, которые вы можете проводить самостоятельно и которые позволят убрать спазмы мышц шеи и восстановить нормальный кровоток, а значит снизить артериальное давление. Вот эти упражнения. Суть этих упражнений в том, чтобы расслабить мышцы шеи. Главное, задние шейные мышцы. Надо непременно научиться расслаблять их. Они у многих сейчас напряжены круглосуточно из-за сидячего образа жизни, сколиозов, стрессов и прочих причин современной, неестественной, неприродной жизни. В 60-80% случаев это упражнение, проделываемое 2-3 раза в день по 2-3 минуты, уже через несколько дней или недель приведет к стойкому снижению кровяного давления, особенно внутричерепного давления. Все манипуляции с натяжением и расслаблением мышц всегда аналогичны по сути. Кстати, вспомните или посмотрите, кто еще не смотрел мои два видео про отеки. А в данном случае упражнение будет заключаться в следующем. Нужно сесть спиной в упор, то есть прижаться спиной плотно к спинке кресла или стула, лучше сесть на скамейку к стене спиной, расслабиться, соединить ладони в замок и положить руки, сомкнутые ладонями в замке, на затылок. Голова, естественно, путем немного наклонится вперед и вниз. Таким образом, надо держать руки, сцепленные вместе, под весом самих же рук без дополнительного давления на голову 2-3 минуты в полностью расслабленном состоянии. Это очень важно. Вы почувствуете специфическое натяжение задних мышц шеи. Так и должно быть. Есть еще упражнения для боковых и передних мышц шеи. Коль уж мы говорим о них, дам вам совет для тренировки всех групп мышц шеи. Есть известная и привычная разминка. Это попеременные наклоны головы в стороны и вперед-назад по 2-3 минуты в день. Но эта разминка хорошо известна со школы. Мы все ее делали в свое время. Но есть и особые дополнительные упражнения. Так вот, надо наклонить голову сначала налево и левой рукой захватить голову и как бы повесить всю свою руку на голове, прижав область бицепса к левому уху, чтобы рука крепко и без усилий сама держалась и не спадала с головы. При этом необходимо добиться полного расслабления всего тела и руки. Напряжения не должно быть. Затем проделайте такое же самое упражнение в зеркальном отображении, то есть наклонив голову вправо и проделав те же манипуляции с правой рукой. А с передними мышцами шеи чуть сложнее. Вернее, нужно производить две манипуляции по 2-3 минуты каждую, наклонить голову назад, но с поворотом в сторону на 45 градусов примерно. Сначала влево, а затем вправо. Напоминаю, что для разблокировки спазмов мышц, пережимающих сосуды шеи, которые приводят к артериальной гипертензии, проводятся упражнения с наклоном головы вниз, которые я уже пояснил первым делом. А вот как снять стресс. Ну, можно и должно убрать гормоны стресса с помощью пота. Это бег, тренажеры, физработа, работа на земле, это баня. А еще убрать стресс можно проделав те же манипуляции, о которых я говорил в лекции по отекам лица. То же самое упражнение. Еще один способ или дополнительные меры это массаж, иглоукалывание, ароматерапия маслами, такими как розмарин, иланг-иланг, дамасская роза, мелиса. Очень полезны мыла из масел и эфирах этих трав. Кстати, мы их уже давно производим. Кофе приводит к повышению давления. Я об этом говорил, посмотрите мое видео о кофе обязательно. Донник и кора белой ивы разжижают кровь, помните об этом. Очень полезно пить брусничную воду, особенно после бани. Ну что же, уважаемые зрители, дорогие друзья, на этом я завершаю свой данный рассказ. Как вам понравилось данное видео? Моя вот эта информация, мои советы? Я надеюсь, что не зря потратил свое время и вы его не зря потратили. И вам эта моя информация принесет пользу, а многим спасет жизнь. Пишите свои комментарии, ставьте пальчики вверх, то есть вот эти лайки, как они называются. Подписывайтесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые, важные, ценные видео. Заходите на мои сайты и подпишитесь на рассылку на них, чтобы получать уведомления от нас. Крепкого вам здоровья и здравомыслия. С уважением к вам, Фролов Юрий Андреевич. До новых встреч, до новых видео.